Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Антарктическая повесть, 1983 года. В начале 1958 года на японско-антарктической базе Сёва было принято решение отправиться на материковую возвышенность Боттентен с помощью максимально точного определения ее местоположения, высоты, а также геологического исследования местности. Три японских исследователя, профессор департамента геофизики университета Хоккайдо Акира Уисида, метеоролог из университета Киото Атикензидо и опытный альбинист Отзаки Тайте, решили осуществить экспедицию, используя 15 ездовых собак. Из-за трудностей похода и начавшейся портиться погоды, они вернулись позже запланированного срока. В это время японское исследовательское судно со сменной группой вынуждено было отправить самолет за первой группой исследователей и забрать только людей. Собак оставили с недельным запасом пищи на базе Сёа дожидаться сменной группы, но погодные условия, льды и повреждения судна не дали этого сделать, и обе группы отправились в Японию. Акира Усиода безуспешно пытался уговорить начальство разрешить ему вернуться и забрать собак. Бато Последний зверолов 2004 года Норман Уинтер действительно один из последних представителей американских трапперов, живущий в скалистых горах со своей женой-индианкой Небраской и собаками. Он пытается хранить гармонию с природой, однако неумолимое наступление цивилизации и исчезновение детственных лесов делает эту цель всё более невыполнимой. Бенжи Новоорлеанские школьники Картер и Фрэнки заводят дружбу с уличным псом по имени Бенжи. Когда ребят похищают грабителей, лишь лохматый помощник может их спасти. Макс История о собаке, которая помогла солдатам в Афганистане. После трагического происшествия собаку забирает к себе домой семья ответственного за неё солдата. Хатико Самый верный друг Фильм «Пронзительная реальная история», которую университетский профессор Паркер Уилсон нашёл на вокзале потерявшегося щенка. И тогда завязалась их дружба и привязанность, продлившаяся долгие годы и даже пережившая смерть. Человек-хаски День за днём австриец Мартин Айгентлер тренирует и обучает своих собак, ведя их твёрдой рукой. Он готовится к следующей гонке на собачьих упряжках и хочет, чтобы его хаски в этой гонке были на высоте. Посмотрите на жизнь этого человека и погрузитесь в увлекательный мир этих гонок. Нежная пятёрка 2008 года Приготовьтесь к бесконечному рискованному приключению пяти восхитительных говорящих щенков в ледяной стуже, которые принимают участие в захватывающей гонке по Аляске. Присоединяйтесь к друзьям, большому парню Бутузу, Забияке Бидогу, смелой Розабелле, сладкому Будде, грязнули Замараше и их новому другу на Аляске, Шасте, и получите удовольствие в замечательном и смешном семейном фильме о силе команды и исполнении желаний. Против природы Брат с сестрой и их преданный пёс после авиационной катастрофы оказываются в той части Аляски, где царят первозданная красота и природная жестокость. Им придётся объединить все свои навыки, забыть прежние обиды и научиться доверять друг другу, чтобы вырваться из этого плена. Выжить 1992 года Осенью 1982 года, в пятницу 13 октября над Андами, потерпел катастрофу авиалайнер, на борту которого находилась школьная сборная по регби из Уругвая. Самолёт рухнул на высокогорное плато, которое было полностью отрезано от внешнего мира. Здесь, среди дикой стужи и трупов, горстки оставшихся в живых школьников, предстоял жестокий, нечеловеческий тест на выживание. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!